А вот в Новосибирске сгорел дом, в котором жила многодетная семья с 11 детьми. Никто не пострадал, однако люди лишились абсолютно всего имущества, в том числе и документов. Пока погорельцы живут у знакомых, неравнодушные горожане приносят им вещи, игрушки и переводят деньги. Мэр дал поручение главе района найти семье жилье. Сами люди, в одночасье лишившиеся крыши над головой, до сих пор с трудом верят в случившееся. С погорельцами встретилась и наш новосибирский корреспондент Мария Черешнева. Скажи птичке, пись. Девятилетний Андрей для своих братьев и сестер теперь навсегда останется героем. Он спас из огня младшего, двухлетнего Влада. Первое, я читал им сказку, потом что-то я услышал, там какой-то дым там, потом это был огонь. Я взял водичка, перепрыгнул через огонь и побежал. Деревянный дом вспыхнул мгновенно. Пожарные боролись с пламенем почти всю ночь. Основные проблемы, которые у нас возникли, это было, первое, тушение пожара осуществлялось подвозом воды. Пожарный гидран действующий находился на расстоянии 1 километр. И узкие проезды, которые препятствовали свободному передвижению пожарной техники. Фундаменты, обуглившиеся стены, все, что осталось от некогда большого частного дома, в котором жила приемная семья. Его строили 12 лет и закончили лишь в сентябре этого года. К счастью, на пожаре никто не пострадал, но полностью сгорело все имущество, включая документы. Хозяин дома Сергей Куприянов один разгребает завалы с самого утра. Говорит, не холодно, больно смотреть на черные головешки, которые когда-то были важными и нужными вещами. Загорелось с крыши. Ну, предварительно, в общем, неправильный монтаж печки. Печка новая, установщики, может, что-то там не те допуски сделали. Все. В основном ни проводки никакой, ни возгорания, ничего такого не было. Семья временно перебралась к знакомым. Дом большой, места за обеденным столом хватит всем. Ольга до сих пор не может поверить ни в чудо, на детях ни единой царапинки, ни в свое горе. Слишком быстро дом превратился в угли. Даже когда горел дом, то это как в кино, я не знаю, даже от кого-то не знаем, происходило, как во сне. Администрация сказала, помогут, документы восстановят, потому что документы все сгорели. Сказали, даже с жильем что-то решат. Время нам. А в дальнейшем будем строить дом, отстраивать. Такие планы. Помощь пообещали и городские власти. Планируют в ближайшее время подыскать большой семье жилье. Для Куприяновых сейчас главное разобрать завалы на пепелище. Просят добровольцев о помощи. Недостатка в вещах уже нет. Одежду и игрушки им привозят с самого утра. Один за другим. Совершенно незнакомые люди. Мария Черешнева, Константин Стримаусов. Новости здесь. Новосибирск. 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 Продолжение следует...